Всем привет! Вы на канале Фотограф Германии. С вами Михаил Барон и сегодня мы поговорим на очень важную тему. Страшно ли переезжать в Германию? Итак, поехали. Пожалуй, страх это одна из основных причин, почему люди отказываются переезжать в Германию или в любую другую страну. Принципы одни и те же. Давайте разберемся, какие страхи бывают, с чем они связаны, насколько они обоснованы и так далее. Давайте обо всем по порядку и подробно. Идею для этого ролика мне подкинула моя жена. Когда мы только переехали, она дико переживала, причем это не только момент переезда, а первые три-четыре, даже, наверное, пять месяцев переживала по каждому поводу. Постоянно у нее какая-то паника, страх, еще что-то. И вот недавно мы с ней разговариваем, и она говорит, а почему никто ни в каких роликах и даже среди знакомых не говорит, что это не страшно. То есть вот сейчас прошло полгода всего лишь, и ее осеняет мысль о том, что она говорит, все же нормально, ничего не случается, документы оформляются, да, может быть там у кого-то дольше, у кого-то быстрее, но смертельного-то ничего не происходит. Почему все так этого боятся? И это были уже ее выводы после вот нескольких месяцев такого панического страха по любому поводу. Говорит, ничего же не происходит, все же нормально. Я говорю, ну так же я тебе и говорил в самом начале, ничего страшного в этом не будет. Мои слова она не воспринимала, вот, а тут пришло осознание, то, что реально в переезде нет ничего страшного, вот абсолютно ничего. Давайте разберемся, с чем связаны эти страхи и почему мы так всего боимся. Первый страх связан с тем, что что-то может пойти не так, либо что-то не получится. Вот отсюда у меня к вам вопрос. А что может пойти не так и что может не получиться? То есть если вы подали заранее документы, допустим, в программе поздних переселенцев, вы получили в нам убежает на руки. То есть это бумага подтверждающая того, что вас по приезду примут. Это однозначно примут. Если у вас эта бумага на руках есть, вас точно примут. И дальше нет никакой ситуации, то есть я ни разу вот за сколько времени я сам готовился к переезду, сколько историй я разных слушал. Я ни разу не слышал ни одной истории, чтобы кто-то после переезда в Германию поехал назад именно по причине того, что у него там какая-то непонятка с документами. То есть да, есть люди, которым не нравится в Германии, они возвращаются. Это другой вопрос. Именно так, чтобы у них что-то не получилось и они уехали назад, то есть их выдворили из страны, заставили назад вернуться и так далее. Вот такого я ни одного случая ни разу не слышал даже. Может вы сталкивались с такими случаями? Поделитесь в комментариях. Но я, честно, ни одной истории такой не слышал, чтобы из-за каких-то проблем с документами после получения Офнамбешайт, кого-то бы выгоняли из страны, из Германии. Следующий страх, который очень часто обсуждается. Люди боятся, что не попадут в тот регион, который бы они хотели попасть. Тут вообще вопрос заключается в том, насколько вам вообще нужно попадать в тот регион, в который вы хотите попасть. Для чего вам вообще попадать в тот или иной регион? Если у вас там какие-то родственники, это один разговор, сейчас мы это еще обсудим. А если это какие-то ваши предположения, потому что там будет хорошо, будет лучше там или там. И вы еще не жили в Германии. Это все настолько абстрактно, потому что доверять мнению людей, которые что-то рассказывают о Германии, очень и очень сложно. Я до переезда перекопал столько материала и все расходятся во мнениях. Кто живет на Севере, допустим, в том же Гамбурге постоянно, хвалит Гамбург. Кто живет в Берлине, хвалит Берлин. Кто живет во Франкфурте, хвалит Франкфурт. Кто живет в Баварии, хвалит Баварию. Кто живет в Штутгарте, хвалит Штутгарт и так далее. Кто живет в центре городов, хвалит центр города, кто живет в деревнях, хвалит деревня. И тут важно понимать, по каким критериям вы вообще оцениваете и сравниваете. То есть тут очень много факторов, и ваша оценка личная может полностью не совпадать с оценкой тех людей, кого вы слушаете. С чем это связано? Во-первых, с особенностью Германии в том, что, допустим, жизнь в больших городах Германии и жизнь в больших городах бывших странах СНГ очень сильно отличается между собой. Так же, как и жизнь в деревнях. То есть мы привыкли, что в деревне, в странах СНГ жить не круто, и там делать нечего, и в общем-то там вообще все печально, работы нет, все далеко и невозможно. Вот мы сейчас прожили уже полгода в Германии. Четыре месяца из них мы живем в небольшом городке. Это не деревушка, конечно, но городом большим назвать невозможно. Десять тысяч человек это немного. При этом в городе есть все необходимые магазины. То есть, если в странах СНГ, сами знаете, что даже какие-то продукты зачастую не купишь, все нужно ездить в город. Здесь из продуктов ты можешь купить абсолютно все. Да, ты в небольшом городке не купишь какие-то там мебель, еще что-то, нужно ехать куда-то в город покрупнее. Ну, допустим, у нас Регенсбург в 30 километрах, доехать не проблема. Хотя, нужно купить ту же мебель, либо бытовую технику, или еще что-то такое. В нашем городке, допустим, много разных предприятий. Да, если сравнивать с большим городом, там вариантов будет гораздо больше, но там и конкуренция выше. Поэтому тут тоже вопрос, где лучше, в каком-то небольшом городке, где, возможно, будет предприятие, которое вас возьмет на работу, и вам до работы нужно будет добираться 5 минут, или вы приедете в какой-то большой город, в котором сложнее будет найти работу, и вам потом до работы нужно будет добираться по городу, там полчаса, час и так далее. Вот, поэтому тут еще большой вопрос, даже вот в плане работы, где лучше. Я даже не сравниваю варианты, там, погоды, природы, потому что она тоже очень сильно отличается. И, допустим, то, что вот мы сейчас наблюдаем, вот весна наступила, мы находимся в Баварии, ближе к югу Германии, и здесь холоднее, чем в центре Германии, либо на севере. То есть, вот мы буквально несколько дней назад сами были во Франкфурте. Это буквально, если смотреть вот по высоте, ну, плюс 100 километров вверх, севернее. При этом там уже лето, там уже все зеленое, там уже все цветет. Вообще класс, вот реальное лето. Вернулись назад, у нас еще только-только начинает свисти, еще не все зеленое, еще не все зеленые деревья. Вот, и сейчас прихожу к выводу, что на севере Германии, ну, по крайней мере, в центре, на севере я еще не был. Вот, кстати, если вы на севере живете, расскажите, как у вас. Вот получается, что на севере Германии, либо в центре, будет даже теплее, чем на юге у нас, допустим, в Баварии. Ну, также вопрос, что еще для вас ценно. Кто-то хочет жить в большом городе, чтобы была куча ресторанов, кафешек и кипела жизнь. Кто-то, наоборот, хочет переехать в какую-то небольшую деревушку, где будет тишина и спокойствие. Еще один критерий, который обычно часто сравнивают, это количество беженцев, о которых все постоянно говорят. Вот, в Германии много беженцев, много беженцев. По моим наблюдениям на данный момент, больше беженцев всегда в крупных городах, куда все стараются рьяно попасть. А в маленьких городах этих беженцев не то чтобы совсем нет. Наверное, есть, но их очень-очень мало по сравнению с крупными городами. Поэтому тоже, если этот фактор для вас очень важен, может быть, стоит подумать в сторону небольшого города. К чему я это все говорю? К тому, что вариантов и факторов достаточно много. И очень сложно слушать кого-то, даже меня сейчас, и на основе моих каких-то выводов делать какие-то свои выводы и решать, где вы хотите жить. На мой взгляд, первым делом нужно переехать, посмотреть все это дело своими глазами и потом уже принимать решение, где вам больше понравится. Поэтому считаю абсолютно неуместным страх, что вы попадете не туда, потому что здесь свободная страна и вы всегда имеете возможность переехать. То есть, даже если вы попадете не на ту землю, на которую вы хотите, а, допустим, у вас родственники живут в другой земле, никто не мешает, во-первых, попросить родственников, чтобы они уже заранее подыскали вам квартиру до того, как вы переедете. Либо, пока вы оформляете документы, первое время они вам также могут помочь с поиском квартиры. И как только они ее вам найдут, вы запросто переедете туда, куда вы хотите. С этим проблем никаких нет. Ну, или, может быть, сами вы оформите документы, попробуете поездить по Германии, посмотреть уже своими глазами те или иные регионы, куда вы хотели бы переехать, поискать там квартиру и переехать в эту квартиру. На мой взгляд, такой вариант гораздо лучше и будет точно результативнее. Просто у нас менталитет такой, что мы привыкли жить на одном месте. То есть, вот, я думаю, многие из вас там, где родились, там вы прожили всю жизнь. То есть, мы не привыкли мигрировать куда-то. В Германии с этим все гораздо проще и особенно, когда вы только меняете место жительства. Для вас это не составляет больших проблем. Вы можете приехать в один город, потом переехать в другой город и так далее, и так далее, и так далее. То есть, можно менять место жительства, в этом страшного ничего нет. Понятно, что многие из вас, те, кто никогда не переезжали, имеют просто свое жилье, которое сложно продать, сложно поменять жилье и так далее. Поэтому на эту тему у меня будет следующий ролик. Подпишитесь на канал, если не подписаны, чтобы не пропустить, поговорим о жилье. А так, когда вы меняете и у вас нет постоянного места жительства, вы можете спокойно переезжать. Поэтому, на мой взгляд, этот страх совершенно неуместен и переживать на тему того, что вы попадете не в ту землю смысла нет. Еще есть страх того, что вы попадете в не очень комфортные условия для жизни первое время. То есть, после распределения, после Фридланда вас, скорее всего, отправят в Хайм. И эти Хаймы бывают разные. Где-то Хаймы получше, где-то похуже, но я отношусь к этому так, что даже если вы упали не в очень хороший Хайм, у вас, наверное, будет больше мотивации быстрее подвигаться и быстрее переехать уже в отдельное жилье. Да, это не совсем приятно, наверное. Нам, конечно, с Хаймом сильно повезло, когда мы переехали. Но, в любом случае, это временный фактор. Даже в то жилье, в которое мы попали, и то, что мы жили вместе с другими людьми, нам было не очень комфортно. Да, наверное, нам грех жаловаться на все это дело. У нас все-таки был прям очень хороший Хайм. Все было чистенько, аккуратненько и проблем больших от не вызывало. Но, так как мы не привыкли жить с чужими людьми в одной квартире, это было не очень удобно. И даже этом мы старались максимально быстрее найти квартиру и уже съехать. Все-таки, когда ты живешь в отдельной квартире, это совершенно другой разговор. Поэтому, если вы вдруг попадете в не совсем комфортные условия, то у вас, наверное, будет еще больше мотивации быстрее найти квартиру и переехать. Просто к этому нужно относиться именно как к такому временному варианту. То есть, вы же понимаете, что вы переезжаете, вы там будете в том же Фридланде, там тоже будет общежитие, не очень комфортно, еще что-то. Это просто определенный этап переезда. Вот и проживание в Хайме – это тоже определенный этап переезда. Следующий страх в том, что будет проблема с оформлением документов. Как же оформлять документы, насколько это сложно и так далее. Вот, исходя из моего опыта, могу сказать, что оформлять документы в Германии проще и приятнее, чем это делать в странах СНГ. Ну, по крайней мере, в Казахстане. Несмотря на то, что ты не знаешь язык, все относятся очень доброжелательно и стараются тебе помочь. То есть, мы сначала тоже во все амты ходили с опаской, что нас сейчас где-то выгонят, где-то наругают, где-то скажут, что им неправильно что-то сделали, будут какие-то конфликтные ситуации или еще что-то. Вот мы во все места ходили. Если ты относишься к сотрудникам максимально вежливо, аккуратно, тебе никто никогда не будет хамить, не будут ругаться. Все можно обговорить, решить, спросить, попросить. По возможности вам помогут. Да, какие-то документы вам нужно заполнить самим. Да, может быть проблема с тем, что у вас недостаточно знания языка, в этом не знаете, как что оформлять. Ну, во-первых, есть интернет, где очень много чего можно найти. И даже у меня на канале, можете покопаться, я много что рассказывал, как что оформляется. Либо послушать других каких-то блогеров. Можно поискать в интернете, как заполняются те или иные документы. Этого тоже в интернете более чем достаточно. Единственный нюанс, что в разных землях по-разному могут выглядеть одни и те же документы. Вот, поэтому нужно просто читать, переводить. Для этого сейчас есть переводчики, есть онлайн-переводчики. Можно сфотографировать, прям не нужно все вбивать, писать. Вы можете просто сфотографировать, и вам все, что есть на страничке, все переведется. Также работает интернет, WhatsApp. То есть, если у вас есть какие-то друзья, родственники, которые знают немецкий язык, вы любой документ можете сфотографировать, отправить им, попросить, подсказать, как заполнять те или иные документы. Они вам просто продиктуют. Можно включить видеосвязь и под диктовку прям что-то заполнить. Либо переслать, сосканировать и переслать документ им, чтобы они его заполнили и отправили. В общем, вариантов решения проблемы масса. Кстати, как справляться первое время, если у вас недостаточное знание языка, вот здесь сверху будет ссылочка, либо внизу в описании к этому ролику. Я записывал отдельное видео, где подробно рассказывал, какими приемами пользуемся мы. Просто, когда мы переезжаем, нам сразу хочется сделать все документы максимально быстро. У нас вот жареный петух, мы приехали, нам нужно все-все сделать, как будто вы куда-то опаздываете. На самом деле, вы никуда не опаздываете. И будете вы делать эти документы быстро или медленно, ни на что не влияет. То есть, в любом случае, когда вы переехали, вас распределили, вам уже будут платить пособия. Вне зависимости от того, сколько вы будете заполнять документы. Заполнять, сдавать, получать, никаких проблем с этим. То есть, будете вы их получать месяц, два, три или пять, вам в любом случае, с момента переезда уже будут платить пособия. Такая же история с медицинскими страховками. Люди переживают, что если вдруг они заболеют, то что им делать, у них еще не оформлены документы. В этом глобальное отличие Германии от стран СНГ. То есть, в странах СНГ, если у вас нет бумажки, то вас могут отправить, послать и ничего не сделать. Здесь я уже слышал даже от своих знакомых хороших историй, когда люди переезжали, допустим, девушка переезжала на 9-м месяце беременности, и их только распределили на место. Они еще не оформили медстраховку, при этом ее отвезли уже в больницу, она родила. Еще ничего не было оформлено. Но при этом они потом оформили, и у них, получается, все расходы переняла медицинская страховка задним числом. То есть, даже такое здесь практикуется, это нормально. И если уж с вами что-то такое серьезное случилось, без медицинского обслуживания, ну, вы точно не останетесь. То есть, поймите правильно, даже если вы что-то неправильно заполните, вас за это никто не будет никогда ругать. Вам пришлют какое-то дополнительное письмо, дополнительное уведомление, попросят дополнительно что-то заполнить. Но страшного в этом ничего нет. Также у нас был страх того, что мы что-то неправильно заполним. А другого бланка нет, и переписать мы не можем, либо нужно будет все переписывать. Этот страх тоже у нас остался с Казахстана, потому что даже перед отъездом кучу бумажек приходилось заполнять по несколько раз, потому что обязательно нужно заполнить без единой помарки. Здесь нет. У меня был шок, когда мы заполняли первые документы, нам их помогали заполнять, и что-то заполнили неправильно, тут же все ручкой перечеркнули, сверху написали правильно, в смысле, а вот, может быть, надо переписать, чтобы чисто было, правильно. Нет, так нормально, написано же. А то, что все перечеркнули, ну и что? То есть, у меня был большой шок от того, что вы в официальном документе можете прям что-то зачеркнуть, написать сверху, сбоку, дальше, даже в тех местах, где есть отдельные клеточки под каждую буковку, вы тоже можете зачеркнуть и дальше написать, как это правильно. А самый большой шок у меня заключался в том, что можно оформить документы без документов. Объясню, что это значит. Значит, мы привыкли, допустим, в Казахстане, что есть определенный список документов, и если вы принесли, и при этом у вас не хватает какой-либо бумажки, то вас просто отправят, нужно будет заново приходить, заново оставить очередь, заново все сдавать, то есть у вас документы просто не примут. Здесь, если вы приходите, у вас не хватает какого-то документа, с очень большой долей вероятности у вас документы примут, а недостающий документ попросят донести, либо прислать почтой, либо, может быть, даже электронный вариант, скан прислать, и этого будет вполне достаточно. Опять же, расскажу о своем опыте, потому что мы столкнулись с тем, что мы переезжали в тот момент, пока у меня не было документов. То есть, у меня был еще казахстанский паспорт, я сменил фамилию, у меня был документ о смене фамилии, но не было еще нового паспорта. При этом мы уже нашли квартиру, у меня был страх, как я буду переезжать. У меня вот нет еще нового паспорта, я его не получил, но при этом мне же нужно прописаться, все переоформить и так далее. Как же я это буду делать без документа? То есть, мне сложно представить в Казахстане, что если у меня нет удостоверения, я куда-то пришел, и чтобы мне там вообще что-то оказали, какие-то услуги, потому что если у тебя нет удостоверения с собой, то, скорее всего, у тебя даже талончик на очередь не дадут. А здесь нет, даже то, что у меня не было этого документа, меня прописали, и мы переоформили все документы еще до получения Аусвайса. А потом уже я его получил, и куда нужно было, я уже дослал обновленный вариант. Такая же история получилась у моей жены, так как ей тоже поменяли фамилию, и ей нужно поменять сначала казахстанский паспорт. Казахстанский посольство там это отдельная история, туда очень сложно попасть. И она очень сильно переживала, как же так. В паспорте одно, ей выдали ВНЖ на старую еще фамилию, а по документам как бы у нее фамилия должна быть новая. И на данный момент у нее вот ВНЖ на старую фамилию, при этом есть документ о смене фамилии, а прописана она уже по новой фамилии, и это никак не мешает жить здесь. То есть в тех случаях, когда возникают какие-то вопросы, просто у нас есть с собой копия документа о смене фамилии. Просто нужно показать не только ВНЖ, а еще показать бумажку о том, что смена фамилии, но новый еще документ не готов. И этого достаточно. И вот мы переезжаем все, и все переживают по поводу того, что документы оформляются долго, а мы хотим их сделать быстро. Переживают по поводу, что долго невозможно получить термин, долго оформляют какие-то документы. А куда вы торопитесь? По сути, вам нужно прописаться, оформиться в джоб-центр, но это вы в любом случае сделаете в первый месяц, как ни крути. А дальше вам нужно найти языковую школу, записаться в языковую школу и начать ходить на занятия. И на эти занятия вы будете ходить минимум полгода, а то и год. И у вас есть куча времени на то, чтобы оформить те или иные документы, даже если у вас там какая-то проблема с терминами, долго оформляются документы или еще что-то. То есть вы все это время можете, в принципе, оформлять документы, и от того, что вы их оформите раньше или позже, ничего не меняется. Следующий страх, с которым многие сталкиваются, это страх изучения языка. То есть, на мой взгляд, это вообще абсолютно необоснованный страх. Вы не выучите язык только если вы его конкретно не хотите учить. Не хотите, не пытаетесь и даже не будете стараться. Да, в таком случае вы язык не выучите однозначно. Но если предпринимать усилия, ходить на занятия, если вам не нравится школа, школа плохая, вы можете поменять школу и регулярно ходить на занятия, выполнять домашние задания, где-то самим заниматься. Вы так или иначе язык в любом случае выучите. Просто у кого-то на это уходит минимум времени, у кого-то побольше времени. Сколько уйдет времени у вас на изучение языка, я вам сказать точно не могу. Но по опыту моих знакомых разного возраста могу сказать, что так или иначе, ну по крайней мере на бытовом уровне, выучить язык может абсолютно каждый. Самый большой страх, пожалуй, это страх не найти работу. И на мой взгляд, это абсолютно необоснованный страх, только потому что я не понимаю людей, которые переезжают в другую страну, абсолютно ничего не узнав о том, как будет строиться их работа, где они найдут работу и какую работу они вообще собираются искать. То есть однозначно вам нужно еще до переезда в Германию этот вопрос точно узнать, вообще узнать, насколько востребована ваша профессия в Германии и, соответственно, что вам нужно будет сделать. На каком уровне вам нужно будет выучить язык, сколько времени вам примерно понадобится для того, чтобы выучить язык на том уровне, который вам потребуется, как подтвердить диплом. Возможно, нужно будет пройти какое-то дополнительное обучение или еще что-то. Вы ответы на все эти вопросы должны, по сути, знать еще до переезда в Германию. Я вам очень рекомендую найти специалистов, найти с кем проконсультироваться на эту тему еще до того, как вы вообще собираетесь подавать документы для переезда в Германию. И только потом, когда вы уже знаете ответы на эти вопросы, можно заниматься оформлением документов, чтобы вы после переезда четко знали, что вам нужно сделать вот это, вот это, вот это, оформить такие документы, пройти вот такое обучение, выучить язык там на уровне B2, C1, на это потребуется там 1-2 года. И у вас это должно быть разложено просто по полочкам. То есть в этом не должно быть страха. Вы должны просто четко знать, что вам нужно будет делать. Следующий страх, который многих останавливает, страх того, что вас будут притеснять. Это вообще необоснованный страх, только потому, что в такой стране, как Германия, за притеснения какие-то, по любым мотивам есть уголовное преследование. Поэтому здесь, в принципе, очень сложно представить ситуацию, когда кто-то вас будет за что-то притеснять. Я думаю, что этот страх связан именно с нашей жизнью в странах СНГ, где реально очень многих людей по тем или иным причинам притесняют. Это могут быть абсолютно различные причины. Начиная с того, что вас могут притеснять на работе, начальник, что-то вам не дать, что-то запретить, как-то на вас давить. Я думаю, что очень многие сталкивались с какими-то обеззаловками на работе. Не мне вам рассказывать. Это может быть притеснение со стороны богатых в сторону бедных, что богатые считают, что им позволено гораздо больше. Это может быть в жизни, это может быть на дороге. Но я думаю, вы все сталкивались с тем, что какой-то большой джип на крутых номерах может себе позволить гораздо больше, чем вы, если у вас нет связей. То есть связи тоже решают. И по этому поводу может возникнуть притеснение. Но я уже не говорю о том, что в России, в частности, в Москве и в Питере, очень много объявлений, когда люди прямо в объявлении пишут, что сдается квартира людям славянской национальности. Понятно, что если вы сдаете квартиру, вы вправе выбирать, кому вы сдаете. Но, по крайней мере, в Германии вам тоже могут по тем или иным причинам не сдать квартиру. Но откровенно в глаза говорить, что они вам не сдают квартиру, потому что у вас не та национальность, вам точно никто не будет. А в России это считается нормальным и на официальном уровне. Ты можешь подать объявление, это все указать и так далее. Поэтому тут еще вопрос, где больше притеснений в ту или иную сторону. То есть больше притеснений в странах СНГ, к которым мы привыкли, или больше притеснений каких-то в Германии. Я думаю, что в Германии притеснений просто фактически нет. Да, к вам могут относиться как-то не так, на ваш взгляд. Но, на мой взгляд, это нормальная ситуация, когда даже вне зависимости от национальности, либо любого другого признака того, что вы там переселенец, то, что вы там находите на соцспособие, еще что-то, у разных людей может быть разное к вам отношение. То есть кому-то вы можете нравиться, кому-то можете не нравиться. Опять же, мне все говорили, что находясь на пособии, очень сложно найти квартиру, потому что люди негативно относятся к тем, кто находится на пособии. Вот могу говорить про себя. Мы когда смотрели эту квартиру, в которой я сейчас нахожусь, в которой мы живем, мы когда встречались с хозяином квартиры, он понятия не имел, что за люди, находящиеся на пособии. Ну, может, он где-то это помнил. Но он говорит, я не знаю, как это работает, я не знаю, какие документы нужны, но я говорю, мы можем арендовать квартиру. Он говорит, да без проблем. Мне все равно, кто будет платить. Вы будете платить государству, мне будет перечислять деньги. Главное, чтобы оплата была. А кто и как это будет делать? И находитесь вы на пособии, не на пособии, еще что-то. Это вообще ваши проблемы. Меня это не касается, и мне все равно. Также очень многие слышали, что в Германии большие штрафы, и все боятся этих штрафов за все подряд. Что оштрафуют за то, что вы шумите, штрафуют за то, что вы кинете не туда бумажку, а штрафуют за нарушение правил и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь много законов, и за все в Германии штрафуют. Да, в Германии много законов. Но пока я не столкнулся с какими-то неадекватными законами, все законы очень логичны и понятны. Вы можете спокойно жить. Если вы что-то где-то оступитесь и сделаете неправильно, по незнанию, случайно, по неосторожности, я не думаю, что на первый раз вас вообще будут за что-то штрафовать. То есть система построена так, что на первый раз вообще, скорее всего, с вами поговорят, или словесно предупредят, и даже штрафовать не будут. Конечно, если вы будете что-то нарушать регулярно, то от штрафов вы не отвертитесь. Но если что-то получилось реально случайно, и вы этого не хотели, и реально сожалеете, я не думаю, что вас будут как-то сильно штрафовать за что-то. Тут, конечно, скорее всего, больше, опять же, основано все на нашем опыте жизни в странах СНГ, где у полицейского основная задача вас наказать. Неважно за что, причем повод может быть абсолютно придуманным. Но обязательно нужно вас наказать, либо взятку, либо штраф впаять, либо еще что-то. И вся система построена на том, что мы просто боимся тех же полицейских на дорогах. То есть в странах СНГ зачастую гаишник – это враг. Ну, я думаю, вы понимаете, мы всех воспринимаем, что они пытаются нас поймать. А мы вот такие игры кошки-мышки, то есть мы пытаемся от них убежать, они пытаются нас поймать. Здесь нет. Здесь все настроено по-другому. Здесь полицейский – это твой друг, к которому ты можешь и должен обращаться в критической ситуации. И он не пытается, не гоняется за тобой на каждом повороте с целью тебя наказать или оштрафовать. Да, если вы будете где-то лететь по встречке, то вас, наверное, накажут. Но так, чтобы где-то за поворотом вас кто-то караулил, ждал, пока вы нарушите, и тут же пытался вам впаять штраф, я такое даже себе представить не могу. Ну и, наверное, последний, но самый большой страх, который нам с детства навязывают – что подумают люди. А знаете, они ничего не подумают. То есть они настолько привыкли к людям разной национальности, разных взглядов, еще что-то. А нам это непривычно, что если ты чуть-чуть отступаешь от какого-то стандартного шаблона, то тебя осудят, либо начнут что-то высказывать, либо еще что-то. Здесь этого нет. По крайней мере, если ты ничего не нарушаешь, не нарушаешь общественный порядок, не ругаешься, и никому не мешаешь жить, то дальше без разницы, что ты делаешь. То есть на вас не будут как-то осужающе смотреть, если вы там что-то не то сделали, не так оделись, либо не то спросили. То есть вот мы сколько оформляли те же документы, люди все понимают, вы приехали, вам нужно, вы пришли в какую-то организацию, вам нужно оформить те или иные документы. И даже то, что вы не знаете язык, ну не знаете, окей, как бы вы его будете учить, нормально, вам все постараются помочь, никто вам не скажет, что вы не знаете язык, мы с вами не будем разговаривать, идите вон и так далее. Такое сложно представить. Или у вас есть какие-то истории? Расскажите о них в комментариях, ну по крайней мере, вот мы сейчас полгода прожили, оформили все остальные документы, я не сталкивался ни с одним фактом того, чтобы кто-то как-то грубо ответил, куда-то послал, что-то вот как-то по-другому отнесся. Вообще такого нет. Сейчас уже прошло полгода нашей жизни в Германии, конечно, мы еще мало чего добились, но по крайней мере могу сказать, что мы, во-первых, очень сильно эмоционально успокоились, мы перестали всего бояться. Нам нечего здесь бояться, нам ничего не страшно, мы спокойно живем, спокойно ходим на занятия, спокойно развиваемся, живем своей жизнью и стало жить гораздо спокойнее, чем мы жили до переезда. Все наши страхи, вот именно из прошлой жизни, еще до переезда, потому что мы с детства боимся всего. Боимся что-то говорить, потому что нас могут осудить. Боимся не так одеться, потому что люди скажут, почему ты так оделся. Боимся что-то сделать не то, боимся сказать, особенно если говорить про политические темы, так это и сейчас очень сложно что-то говорить, потому что просто боишься это делать. Также страхи связаны с законами, с нестабильностью, то есть ты не знаешь, какие законы завтра введут, что будет происходить, а также от всех везде боишься, что тебя сейчас поймают, накажут, оштрафуют, еще что-то будет происходить. Ты вроде даже ничего плохого не делаешь, но ты в любом случае боишься. А вот сейчас мы живем в Германии, и несмотря на то, что мы еще не до конца разобрались во всех законах, во всех нюансах, учим язык, у нас еще не сильно хорошее знание языка, но при этом мы здесь ничего не боимся и живем себе в кайф. Напишите в комментариях, чего боитесь вы, что вы думаете по всему этому поводу. В общем, жду ваши мнения в комментариях, как обычно, и до встречи в следующих роликах. Всем пока!